Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня будем с вами собирать косметичку на весну. Я покажу вам свои фавориты декоративной косметики Avon и Faberlic. Это видео по запросу. Давно девчонки просили, поэтому поехали. Буду прям по порядку. Девчонки, что тут под руку попадается, то и вам показывать. Давайте начнем с тонального крема. Тональный крем у меня фаворит просто номер один. Это BB крем от Avon In You. Заряд энергии, тонирующий крем для лица совершенства. Он потрясающий, девчонки. Цвет Light у меня, кстати, вот. Я тут только что увидела. Давно девчонки спрашивают, какой у меня цвет Light. Сейчас он у меня на лице. Кожа после него бархатная, необыкновенно просто. Его незаметно. Он затирает поры. Не то, что забивает их, а он затирает, их не видно. Тон выравнивается. Несколько часов ваша кожа не будет жирниться, и пудра не нужна. Он потрясающий. Вот просто. Я ни к чему другому, у меня рука не тянется. Я крайне редко пользуюсь тональными средствами. Но если пользуюсь, это будет только In You, вот этот кремушек. Он с SPF еще и 20, поэтому на весну, мне кажется, это просто идеальный продукт. Поехали дальше. Так, тени. Давайте покажу вам тени. У меня давно уже вот такая палеточка Кайли. Где-то бюджетно ее совсем купила. И здесь мои любимые оттенки. Просто наилюбимейшие два уже из них поюзанные. Ими можно и бровку подкрасить, и даже контуринг сделать. Активно она у меня в ходу и всегда как бы нужна. И последняя новинка теней, на которую я уже пост вам писала в инстаграм. Это у нас, так, что это у нас? Alvin Dior. Да, вот так вот выглядят эти тенюшки. Довольно бюджетные. Ну, как сказать, они в принципе стоят какая-то палетка вся. Мне понравились. Я покупала у нас в магазине Орхидея парфюм. Изумительные два оттенка. Один с шиммером, другой без. И на весной, и на лето, и куда угодно. И в первый в мир, как говорится. Сегодня на глазах у меня именно эти тени, которые без шиммера. И я даже их использовала, девчонки, как контуринг. Я люблю такие универсальные продукты, да, которые взял вот одну палеточку или маленькую такую упаковочку, и можно ей все, в принципе, накрасить. Даже как контуринг я использовала именно этот оттенок сегодня. Я вам сейчас сделаю сотки, покажу, да. Они классные, они нейтральные, они такие вот, мне кажется, любому цветотипу практически подходящие. И при любом макияже могут пригодиться. Ну, стоит ли говорить, что в моей косметичке только кисти Фаберлик, поэтому вот эти две у меня в основном всегда в ходу. Это для контуринга, который крайне редко делаю. Это для растушевки теней. Я их люблю, обожаю. Хочу попробовать, девчонки, сейчас потестировать кисти Avon. Если будет какая-нибудь распродажа в ближайшее время или скидки на них, то обязательно возьму, потому что слышала, что тоже девочки хвалят и говорят, что тоже достаточно хорошо набиты и мягенькие. Потому что я от Avon брала только лимитки такие красивые, да, вот переливающиеся бирюзовые ручки. Они очень плохо набиты, ну просто. Вообще, наверное, одна десятая часть, вот что от этой кисточки Фаберлик. Поэтому стоят у меня без дела. Но в следующий раз обязательно возьму, протестирую. Пудра. Пудра у меня сейчас в ходу, ну не то, что в ходу, но я ее использую крайне редко тоже, как и все любые тональные средства на лице. Это Фаберлик. Так, артикул 62-22, рассыпчатая пудра для лица, воздушная фантазия. Вот такой здесь спонжик. Вот, и вот так вот выглядит сама пудра. Это достаточно нейтральный цвет, но больше под загорелый цветотип, да. Вот, и здесь есть зеркальце тоже, вот оно. Достаточно удобный формат, так как я пудрой пользуюсь, наверное, раз в два месяца, может быть и реже, мне такой хватит на год. Что касается контуринга и румян, безумно люблю вот эти вот румяшки от Avon True. У меня оттенок Cool, девчонки, это тот оттенок, где все три цвета собраны. Мне периодически не хватает от них пигментации, я беру каждый оттенок по шарику, разомну его руками, раскрошу, да, и потом пользуюсь, как и румяна, как контуринг на все лицо, и даже как тени. Именно этим продуктом я делала макияж. Оставлю вам тогда на это видео ссылочку по технике Гуара Витясян, да, когда делается контуринг с эффектом лифтинга. Подтягиваем взгляд, и все, ваше лицо вверх. Вот этот продукт вот для этой цели прям идеален, девчонки. Дальше давайте пройдемся по карандашикам. Незаменимой палочкой-вручалочкой просто в моем макияже повседневном стала подводка Stay On от Faberlic. Это, ну, не лайнер, наверное, или лайнер он называется, Stay On. Да, здесь такая достаточно упругая кисточка, вот такая вот, ну, то есть она не рассыпается, не кисточка, он как лайнер, да, смотрите, вот. Она достаточно твердая, можно прорисовать очень тоненько, потому что кончик прям тоненький. Девочки мне писали, когда я заказала или спрашивала совет, по-моему, какая подводка Faberlic хорошая, что она быстро сохнет. Артикул, к сожалению, вам только, вот, девчонки, не скажу, его здесь нигде нету, но в каталоге, я сейчас видела этот лайнер, у меня уже он два месяца, и не думает даже сохнуть, я без стрелки уже не могу выйти на улицу, сейчас вот на глазах у меня именно этим лайнером стрелка подведена, да, как-то чувствую уже себя голой, что ли, сказать, как-то привыкла к стрелочке прямо, и вот этот лайнер, обожаю его. Он у нас водорезистент, он у нас водостойкий, он действительно никуда с ваших глаз не исчезает, я работаю сутками, и этот лайнер на моих глазах сутки, а если понадобится, мне кажется, будет и неделю, да, если не умываться. Карандашик, который тоже безумно полюбила, это у нас новиночка от Avon Room, Glamour Stick, вот так он выглядит, да, он был в прошлом фокусе, а сейчас он у нас в каталоге, при покупке двух, там, по-моему, акция. У меня в оттенке розовое золото, вот так выглядит, и я вам уже делала сводч, тогда приложу ссылочку на видео, лучше, чтобы сейчас не измазаться тут по полной программе. Сейчас он у меня на внутренней слизистой, вот на этой, вот мне очень нравится им подводить внутреннюю слизистую, взгляд становится сияющим, мерцающим, карандашик этот не скатывается, не западает в глаз, аллергию на глазах тоже не вызывает, и слезоточивость, и так далее. В общем, все комфортно. Нанесли, и там он и остается. Мне очень понравилось подводить внутреннюю слизистую. На весну и на лето он у меня в фаворитах. Что касается наших бровок, то неизменным фаворитом на протяжении года уже от ТФ, ТФ, да, вот, я вам показывала, и пост в Инстаграм тоже писала, остается вот этот карандаш от ТФ. Браво Академия, 18 часов здесь написано. Он мега стойкий, он всегда у меня на бровях. Последний, наверное, год практически только он. Мне безумно нравится, как он красит. У меня, по-моему, в оттенке 0,2. Это наиболее подходящее. Я себе брала, по-моему, другой оттенок, light brown. Не подошел, потому что сами брови-то у меня черные, хотелось посветлить, да, потому что волос осветлило. Некрасиво смотрится, поэтому уже беру постоянно в цвете 0,2. Он у нас трехгранный. То есть, одна сторона, девчонки, совсем тонкая, совсем узкая, подойдет для прорисовки волосков, а другая, вот эта вот, она потолще, уже подходит для заполнения пространства. Цвет изумительный, расход маленький. Мне такого одного карандаша хватает где-то на полгода, девчонки. Здесь количество продукта огромное. И вот такая вот щеточка у него с другой стороны. Стоит он порядка 180 рублей у нас в магазине. Орхидея парфюм я его беру. Лучше этого карандаша пока не пробовала и не нашла. Что касается туши, уже не первый раз нахваливаю вам тушь от Фаберлик из линейки Глэм Тим, относительную новиночку, да, артикул ее 5248, она для меня идеальная. Ее гелевая текстура прокрашивает реснички просто потрясающе. Они удлиняются, выглядят шикарно, выглядят как нарощенные. Сейчас она у меня на глазах, да, как вы видите, ресницы прям хлопают и взлетают. Ни на что ее не променяю, пока она у меня в любимчиках, фаворитах уже третья штука в использовании. Что касается консилеров, я ими тоже не пользуюсь, крайне редко, когда, может быть, раз в полгода какой-нибудь прыщ вскочит замазать. У меня от Beauty Lab Фаберлик 0219, если использовать на каждодневной основе, это, в принципе, неплохой, девчонки, консилер, такой средней плотности. Цвет у него такой универсальный тоже, да, вот видите, молочный такой. Но сразу скажу, при первом нанесении, когда наносите только его под глазки и над, да, чтобы скрыть синячки, если у кого есть, он начнет скатываться и западать в складки. Потом, когда вы его поправите второй раз, все, он, в принципе, уже остается на месте. Нормальный продукт, но за такую цену, как он стоит в каталоге, можно купить консилер гораздо круче, скажем так. Так, визин тут у меня попался под рукой, он у меня тоже всегда с собой в косметичке, потому что я работаю сутками, и с утра, иногда после бессонной ночи, вот, закапать визинчик, чтобы глазки сияли, отдыхали, сосудики. Он у меня в косметичке постоянно уже много-много лет. Еще один карандашик вам покажу уже для губ. Это Фаберлик Лип Пенсил артикул, девчонки, 433. Это такой универсальный цвет, мне очень он нравится, он мне тупой, вот уже, смотрите. Универсальный, который, в принципе, практически под любую помаду подойдет. Я использую его и под нюдовую помаду, и с красной можно, ну, самый такой универсальный цвет. Пользую, в принципе, активно, потому что осталось уже где-то половина. Для бровей еще один продукт покажу, покупала в Галамарте, это серия Юни Лук. Я завершаю и макияж бровей. Слегка прохожу щеточкой, вот, по бровкам, хорошо фиксирую, девчонки, несмотря на то, что это Юни Лук, это крайне бюджетный продукт, я не помню, сколько рублей с тонн стоит, такая щеточка, цвет, коричневый, благородный, безрыженный, и мне вот лично подходит. Мне прям нравится, замечательно фиксирует ваши брови на весь день, даже до утра. Покажу теперь два продукта для сияния глазок, которыми тоже пользуюсь на каждодневной основе. Поверх стрелочки на подвижное веко, да, на темные тени наношу либо тени Галактическое путешествие от Фаберлик в самом светлом оттенке. У меня уже тут даже артикул девчонки стерся, не скажу. Но постараюсь прикрепить в инфобоксе, если не забуду, ссылку, где делал обзор на три самых красивых оттенка этих теней. Самый светлый такой, прям перламутр, перламутр. Очень классно смотрится на подвижном веке. Замечательно можно им оформить бровку, подвести, уголок глаза над губкой. Вот прям перламутр. Они когда засыхают, никуда не деваются. Плотность слоя регулируете вот этой вот кисточкой, либо я потом пальчиком немножко прохожусь, мне не надо, прям вау. А так можно и вечерний с ними макияж обалденный сделать, и дневной, да, придать сияние глазкам. Вот сейчас он подсыхает, и все, все, он застыл, он на ваших глазах. Если слой плотный, не будет даже трескаться, не думайте, идеальные тени, кто любит такой формат, сияние вообще идеальные. И похожий немножко продукта, новинка начала года, по-моему, или конца этого. Даже не скажу, как называется, девчонки, все постиралось, все. В общем, с одной стороны у нас вот такой вот стик кремовый, это Эйвен. Здесь у меня такой слегка фиолетовый. Это кремовый продукт, и он стирается, и он растекается, и он, ну, очень кремовый, прям как помада. Поэтому, когда я им работаю, я чем-то фиксирую этот цвет, иначе он поползет. А вот внутри это уже что-то похожее на тени галактическое путешествие. Также продукт застывает на ваших глазках. Я вот не помню даже, какой я оттенок брала, девчонки. Но вы поймете, один кончик сиреневый, да, вот этот вот. И в каталогах, кстати, я давно их не видела. Они как-то прям были, были, а сейчас нет. Если галактическое путешествие самый светлый, он перламутровый, то здесь молочное драже, что ли, он назывался, вот этот оттенок. То здесь он, да, больше такой молочный. Вот он, и здесь блески, частички есть. А Фаберлик текстура равномерная, нет никаких частичек, а здесь они есть, видите. Вот, вот он. Сейчас именно им у меня подвижный век и уголок глаза подведены. Вот эти вещи, они как бы у меня всегда тоже в косметичке должны быть. Я ими активно пользуюсь. Так, ну и, по-моему, остались у нас помадки с вами, девчонки. Вот такое масло для губы Ивантру у меня лежит. А если вдруг у меня целый день на губах была иссушающая матовая помада, то я вот этим маслицем свои губки потом увлажняю. Классная, здорово справляется со своей задачей. Прям масло масляное, потрясающий продукт. Помада, которая сейчас тянется, рука на ежедневной основе, это помада матовое превосходство Металлик. В оттенке у меня она Blush in Brilliant. Какой-то бриллиант там, если по-русски будет написано, да. Я вам уже показывала, и пост на нее в Инстаграм тоже писала. Это классный повседневный оттенок, довольно стойкий, практически самый светлый в этой линейке, такой нюдовый, красивый. Я прям его обожаю. Каждый день, вот сейчас каждый день рука тянется именно к этой помаде. Уже, мне кажется, половину за две недели использовала. Вторая помада, которую люблю, это Her Story. Была такая лимиточка у нас, да, сейчас не вижу в каталогах, кстати. Под водичку новую Her Story выпустили оттенки новые. Так, у меня Nude Suite оттенок, он многих интересовал, я помню. Я и в группе в AVEN писала, девочкам свотчи делала, и в Инстаграм тоже. Вот это вот этот оттенок. Он понасыщеннее, он тоже нюдовый, красивый, безумный. Часто тоже им достаточно пользуюсь. Так, что у нас еще? Еще из AVEN у меня есть помадка Mark. Помадка Mark, которую мне присылали в подарок по системе легкого старта, да. Она безумно светлая была и выбеляла губы. И что я сделала, девчонки? Я ее смешала с помадой Faberlic, которую я взяла, когда она только появилась, да, из линейки Glam Team. У меня она в оттенке 404-70, а она мне как-то была темновато-ярковато. Я вот эти две помадки смешала между собой. Сюда добавила светлого, сюда добавила темного. И получились классные нюдовые оттенки. Помада из линейки Glam Team потрясающая, тоже ей периодически пользуюсь. Вот такой скошенный здесь спонжик, безумно удобный. Помада сама по себе очень похожа на помаду Vivienne Sabo матовую. В таких коротеньких только флакончиках нет у меня здесь. А, нет, есть, вот она. Вот Vivienne Sabo, она у меня уже заканчивается, скоро будет в пустых баночках, похожий оттенок. И вот они по структуре, по своей мягкости на губах, невесомости, очень похожи, потому как сходят с губ. То есть она не застывает у вас на губах, она достаточно комфортная и невесомая. И постепенно просто съедается равномерно со всех губ, не оставляя никаких контуров, некрасивых и пятен. Что касается помады Mark, да, вот этой, она довольно стойкая. Она в ней больше стойкости, чем в помаде от Faberlic. Здесь вот такой вот спонжик. Я вам свочи этих помад не делаю, да, по той причине, что я их перемешала. Поэтому они будут недостоверными. Мне понравилась помада по консистенции, мне понравилась по тому, как она смотрится на моих губах, по тому, как она сходит с губ по своей стойкости. Вот эта помадка от Mark мне понравилась. Хочу взять другой оттенок попробовать. Так, что же здесь еще у меня? Здесь еще три помадки от Faberlic, девчонки, и все, по-моему. Первая, которая сейчас у меня на губах, это помада 43094. Я не помню, девчонки, как она называется. Поэтому, если вам понравился оттенок, ищите по артикулу. Она вот такая вот, приятная, мягкая, сатиновая. Она мне, по-моему, тоже... А, нет, не в подарок, я ее сама заказывала. Это такой тоже довольно натуральный, естественный оттенок, который слегка уходит в коралл, да, по сравнению с вот этими, если взять, он уходит в коралл. Она очень комфортная на губах. Средняя, кстати, по стойкости, несмотря на то, что сатиновая. Никаких не нареканий. Она ухаживает за губками, по-моему, это помада с сывороткой, девчонки, все-таки она называется, если я не ошибаюсь. Следующая помада новинка из линейки Glam Team в оттенке 40617. Вот так она выглядит. Здесь у нас магнитный колпачок. Оттенок тоже интересный, но он слегка, знаете, такой мертвичинский, что ли. Он как-то вот меня делает бледной совсем такой, и я ее тоже с какими-нибудь помадками разбавляю. А так он красивый. Смотря какой у вас цвет от теплица. Может делать бледнее, а может и нет. Эта помада очень похожа по текстуре, по своей, и по нанесению, и по стойкости на полуматовую губную помаду OVACIA. Вот прям мне показалось, что это прям в один-в один. Так же наносится, так же лежит. Сначала она на ваших губах слегка сатиновая, а потом слегка начинает исчезать этот блеск, и она смотрится такой уже полуматовой, красивой. Нравится, нравятся эти помадки, действительно достойные. И как раз вот у меня, наверное, здесь, да, полуматовая губная помада OVACIA в оттенке 430-32. Они у нас с зеркальцем вот такие вот красивые. Я одно время ей часто пользовалась, прям очень часто вот ее осталось не сильно много. Это сиреневый потон, очень красивая, очень нежная, очень комфортная. Потрясающая помадка. Камера передает слегка вот прям ее в розовину. Снимаю при искусственном освещении. Нет, у нее сиреневый потон, вот смотрите на нее в стике. Вот такой. Не такой розовый, как кажется на свотче. Камера решила все свотчи приукрасить. Классная помада, нравится как лежит. Мягкая, комфортная, потрясающая. На весну замечательно. Еще одну помаду хотела вам показать. Девчонки, куда она у меня делась? Нашла. Это как раз тоже весенний вариант. Хотя помада у нас бархатный сезон, да, так как осенней коллекции. Она тоже с магнитным колпачком и у нее коралловый потон. Всю зиму она, не то что потон, она коралловая. Она прям термоядерно-коралловая. Она у меня всю зиму пролежала в запасах. А сейчас на весну мне захотелось положить ее в косметичку. Вот. Вот такая вот она яркая. Прям вообще. Ну, смотря под какой макияж. Я вообще очень люблю коралловые оттенки, они мне идут, поэтому кладу ее в свою косметичку на использование. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такую косметичку я себе оставляю пока на весну. Именно этими продуктами планирую пользоваться. Если вам интересно снять макияж с помощью косметики Фаберлик или Эйвон, весенний какой-то макияж, пишите в комментариях. Обязательно сниму. Может снять все свои помадки Эйвон и Фаберлик, тоже сделать вам сводчи, показать. Обязательно тоже пишите об этом. Я постараюсь все вам в ближайшее время отснять. Ну, а на этом все. Прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. Всем пока-пока.